Ну что ж, дорогие друзья, вот мы снова с вами в прямом эфире на нашем обучающем вебинаре. И сегодня очень интересная тема – это продолжение нашей обучающей методики. Поиск партнеров, активная реклама по горячей аудитории – такова наша с вами тема. И на прошлом вебинаре мы первую часть рассмотрели. Это была баннерная реклама по горячей аудитории. А сегодня мы рассмотрим другие методы рекламы, коих на самом деле очень-очень много. Давайте вспомним. Ну да, прежде чем мы вспомним, конечно же скажу, что сегодняшний наш вебинар все так же посвящен именно проекту «Всем миром». Мы рассматриваем продвижение в первую очередь проекта «Всем миром», привлечение партнеров, поиск партнеров. Но полученные знания вы, безусловно, можете применять не только для проекта «Всем миром», а для любых других ваших проектов, каких бы вы ни участвовали, потому что сама по себе методика поиска партнеров и рефералов в любые проекты, она чем-то схожа. На прошлом вебинаре мы очень подробно погружались в первопричины, и то, как и от чего нужно отталкиваться. А сегодня мы продолжим. Я напомню то, что мы с вами рассматриваем рекламу именно по горячей аудитории. Вот сейчас я показываю вам лендинг одного из самых популярных и густонаселенных, так сказать, проектов подобного уровня в Рунете. Это «Сюрфернер», где присутствует достаточно большое количество пользователей, интересующихся заработком в интернете. Это и есть наша с вами горячая аудитория, и она нам интересна в первую очередь, потому что, в общем-то, глупо спорить с тем фактом, что рекламу возможностей заработка в интернете, ну и любые бизнес-проекты, рекламу любых бизнес-проектов, конечно же, интереснее, проще и эффективнее делать по тем людям, которые уже ищут заработка в интернете, которых не нужно убеждать в том, что такой заработок вообще реален, что он существует, что он им нужен. То есть эти люди уже пришли зарабатывать, они уже знают, что такое зарабатывать в интернете, ну или как минимум начинают ознакомливаться с этим процессом, уже знают, как выводить денежные средства, как пользоваться электронными платежными системами, уже что-то знают и о партнерских программах, возможно, участвуют уже в каких-то проектах. То есть это достаточно легкая для приглашения аудитория, которая будет очень хорошо конвертиться в именно ваших партнеров по бизнесу и партнеров эффективных, не просто какой-то мертвый груз, а партнеров, которые могут дать вам дупликацию и продолжить рост вашей партнерской структуры в глубину, что в большинстве проектов очень полезно. Но в проекте всем миром это, безусловно, является основополагающим фактором успеха, чтобы ваша структура росла в глубину. Каким образом мы с вами будем делать рекламу? И основная методика, то, что люди уже пришли в эти проекты зарабатывать. Зарабатывать причем на просмотре рекламы и выполнении заданий. Это люди, которые уже зарабатывают в интернете, активно участвуют в партнерских программах, владеют уверенно компьютером, пользуются электронными кошельками, умеют делать покупки в интернет-магазинах. И это взрослая платежеспособная аудитория. Это мы тоже с вами на прошлом вебинаре рассматривали подробно. Это действительно так, можно в этом не сомневаться. Ну и, в общем-то, это те люди, которые нам нужны. Осталось только понять, каким способом нам рассказать им о своем предложении, о своем проекте, о возможностях прекрасного заработка в вашем проекте, ну или, в частности, в Whole World. И чем привлекательнее будет ваше предложение, чем понятнее и доступнее оно будет для этих людей, тем охотнее и вероятнее они зарегистрируются в ваш проект и станут вашими рефералами. Баннерную рекламу мы с вами рассмотрели на прошлом занятии. Сегодня будем рассматривать такие виды, как видеореклама, «Реклама», «Переходы на сайт», «Произвольные задания». Ну и продвижение в соцсетях тоже затронем. Каким образом работает вообще все это? Ну, мне пришла тут мысль о дегустации. Наверное, все знают, да, все видели когда-то дегустацию продуктов питания, ну или, может быть, чего-то еще. И как вот это работает, да, смотрите, как интересно. Это абсолютно схожий процесс с тем, что мы с вами делаем, когда рекламируем свои бизнес-проекты по горячей аудитории. Дегустация – это, ну, как бы сказать, ну, когда предлагают что-то продегустировать, все это, кто делают, это бесплатно, конечно же, да. А в этих проектах делается не просто бесплатно, а еще и людям выделяются за это какие-то денежные вознаграждения, да. Ну, впрочем, бесплатно они бы делать это, конечно же, не стали бы. Но все равно идет вот человек по магазину, да, вот видит витрина, господи, лежит колбаса. Колбасы, ну, колбаса и колбаса, ее миллион разных видов, это колбаса, да. А рядом стоит девушка и предлагает продегустировать продукцию их мясокомбината. И эта девушка знает, что они выпускают, ну, настолько божественную колбасу, что если вдруг человек, вот, ну, просто вот ее попробует, и самое главное – распробует, да, что в нашем случае означает поймет суть бизнес-предложения, поймет, как работает этот бизнес, да, то есть вникнет в детали вашей презентации и до конца разберется в ней, то есть, понимаете аналогию, да, то он неминуемо купит эту колбасу, потому что он никогда в жизни вкуснее не пробовал. Понимаете, да, в чем смысл дегустации? И здесь мы идем ровно по такому же принципу, то есть мы человеку с помощью этих механизмов даем, как бы, продегустировать наш продукт, наш бизнес-проект, буквально указывая ему на те моменты, которые сами знаем, ну, что с ними, вот, человеку обязательно нужно ознакомиться. Ну, может быть, сейчас пока не совсем понятно, что я имею в виду, но сейчас мы перейдем к более подробным вещам и перейдем, начнем мы с видеорекламы. Нужны видеопрезентации, да, в проекте «Всем миром» основой эффективных приглашений является тот факт, что ваш потенциальный партнер внимательно посмотрел видеопрезентацию, именно внимательно, да, вот то самое слово, что он распробовал эту колбасу божественную, да, и все, и больше он уже не может не спать, спокойно ничего другого делать, поэтому можно взять ссылочку на это видео, ну, прямо с YouTube можно, конечно же, загрузить его на свой канал, YouTube ваш, это рекомендуется сделать. Как это сделать? Ну, в первую очередь, нужно пойти в личный кабинет, в раздел рекламных материалов и найти здесь видео, нужное вам, ну, вот, с этого видеопрезентация, как это работает, обязательно нужно начинать, выбрать видео, на каком языке вам нужно и скачать сам файл видео. После того, как вы скачали видео, вы загружаете его на свой канал YouTube, получаете на него ссылочку, ставите там в описании свою ревссылку, если вам это требуется, и все. Вот, ваше видео готово. И теперь мы делаем дегустацию, да, теперь мы делаем ту самую дегустацию в сервисе видеорекламы с гарантированным просмотром. Я сразу говорю, что таких сервисов существует не один, это не только Surferner. Здесь у вас будет целый список сервисов для подобного размещения рекламы. Во многих из них есть видеореклама в том числе, ну, баннерные есть практически везде, видео тоже много где есть, и все остальное тоже будет практически во всех сервисах. Поэтому вот мы рассматриваем на одном примере, но список у вас будет доступен по ссылочке в описании этой трансляции, сможете полный перечень, как бы получить ресурсов, найти для себя наиболее интересные и удачные. Хотя, конечно, мы будем вам туда только хорошие сервисы добавлять и рекомендовать, и таким образом объять как можно больше количества уникальных пользователей, интересующихся заработком в интернете. Так вот, нашу видеопрезентацию, да, она длится более 6 минут, и вот казалось бы, как сделать так, чтобы ее внимательно посмотрели. Потому что, ну, обычный пользователь, которому, который придет посмотреть, он может, как бы, зачастую посмотреть ее не полностью, или посмотреть невнимательно, чего-то не понять и так далее. Здесь у нас есть несколько возможностей для того, чтобы добровольно, принудительно, за небольшое вознаграждение попросить пользователя внимательно посмотреть видео. Ну, во-первых, посмотреть его ровно то количество времени, которое нам нужно. Как угодно можно назвать. Добавим свою ссылочку. Вот оно, сразу видео подгрузилось, да. Дальше мы ссылочку на наш сайт, эта ссылочка будет вот здесь вот в кнопке находиться. Ее, как вы понимаете, нужно взять вашу реферальную, реферальную скопировать. Так, это нам уже не нужно. Дегустация тоже не нужна. Реферальную ссылочку свою копируете. Ну и пишите текст. Да, вот какой текст напишите, тот текст будет на кнопочке ниже написан. Смотрите, сколько вам нужно минут. Здесь можно выбирать длительность вплоть до 20 минут. Ну, смотрите сами по видео. Конечно же, наверное, вам чем больше минут, тем это будет стоить дороже. Но нужно найти какую-то золотую середину, досмотрев до которой человек либо уже дальше сам хочет смотреть, либо как бы он понимает, что ему это неинтересно, да, чтобы вам лишнего не платить. Вот это может быть 2-3 минуты там и так далее. Чтоб человек просто зацепился и понял суть. Ну и здесь вы настраиваете опять же параметры ротации. Так, вот мне сообщают, что какие-то опять глюки. Ну, я записываю трансляцию, поэтому все как бы должно быть нормально. Вот, друзья. И идем дальше. Ну, те, кто в онлайне сегодня, тем, значит, не повезло. Не знаю, с чем это связано. Будем думать. Итак, показывать одному пользователю не более, там, например, трех раз. Но если он за три раза ничего не сделал, то уже, как бы, наверное, он нам не сильно нужен, да. Раз в день. Не будем показывать тем, кто по ссылке уже переходил нашей. Скорость показов всегда без ограничений. Я рекомендую ставить, потому что реклама должна работать быстро, да, а не медленно. Чем она быстрее работает, тем больше клиентов в единицу времени мы обработаем потенциально. Вот, а задерживать расход рекламного бюджета, это немножко неправильный формат. Не та цель, которая нам нужна. Ну, у нас проект международный, ставим все страны. Пол не важен, возраст, в принципе, тоже не важен. Статус премиум не важен. Ну, все, сохраняем видео. Так, выбираем, что наше видео не относится к категории 18+, а взрослый контент. И вот оно, в общем-то, видео. Дальше нам остается просто пополнить рекламный баланс. И, в принципе, можно запускать это видео. Вот и все. Причем, это будет очень хороший, опять же, массовый эффект. Если многие пользователи одновременно будут давать видеорекламу, это будет очень большой накопительный эффект в сети. Потому что человек где-то увидел баннер, где-то посмотрел видео, где-то по какому-то заданию прошел тест, где-то перешел на сайт. Он просто неизбежно в какой-то момент времени будет уже регистрироваться в проекте всем миром. И в том числе по вашей ссылке, потому что именно ваша реклама может прийтись на тот момент, когда у него уже все, накопительный эффект перешел в тот самый пик, когда он уже решил зарегистрироваться. Ну и, в общем-то, запускаем мы показы и все. Понятное дело, что желательно это делать регулярно, желательно это делать многообразно и постоянно-постоянно охватывать новую, новую и новую аудиторию. То есть, в этом ваша основная задача. И тогда эффект обязательно будет. То есть, это видеореклама. Как вы понимаете, видео у нас есть здесь много. Можно рекламировать и презентацию услуги «Бизнес-автомат». Потому что, когда люди поймут, как работает проект, им будет полезно понять и то, что в нем можно зарабатывать без приглашений. И вот эту презентацию можно показывать. Вот эти вот, наверное, нет смысла. Это больше такие сопроводительные видео. Но вот эти три, три вот этих видео можно, конечно же, показывать. То есть, мы делаем добровольно-принудительную дегустацию сервиса и показываем видео пользователю, после чего он с большой долей вероятности заинтересовывается и регистрируется. Но мы, конечно же, таким образом не добиваемся качественного просмотра. Да, то есть, система фиксирует именно время просмотра. Давайте посмотрим, как это вообще выглядит. Вот, перехожу в раздел «Заработок», «Выполнение заданий» и вижу здесь, ну, например, вот видео от какого-то заказчика на 55 секунд. Да, вот я как исполнитель, да, если бы я смотрел ваши видео, вот я перехожу сюда, вот он таймер здесь 55 секунд, и я могу начать смотреть. И добро пожаловать в нашу систему. Все. Это видео для тех, кто готов к волшебным преобразованиям. Кто-то вот рекламирует успех вместе с каким-то проектом, да, регистрирует прямо сейчас, вероятно, посмотрев это видео в течение одной минуты, ну, или 55 секунд, я получил бы определенный эффект. Реклама, может быть, на меня бы подействовала, да, имеется в виду, а может быть и нет. Но, тем не менее, я бы получил свое вознаграждение и был бы удовлетворен просмотром этого видео в любом случае и, ну, был бы лоялен к этому рекламодателю. Вот. Поэтому ровно так же будет происходить и реклама ваших видео, если вы их будете размещать. Кроме того, кроме того, я не сказал еще об одном интересном факте, то, что подобные просмотры ваших видео на канале приводит еще и к другому фокусу. Это когда ваше видео появляется в рекомендованных, понимаете, в рекомендованных у людей, интересующихся заработком. Соответственно, это происходит, когда YouTube понимает, что новое видео набирает быстро просмотры, возможно, лайки и комментарии. И таким образом YouTube переводит ваше видео в рекомендованные, и вы, соответственно, получаете уже вирусный охват естественной аудитории, органический трафик, так называемый. И это тоже очень ценно. Я сказал о том, что мы с вами добились показа видео в течение определенного времени. Да, это хорошо. Но мы с вами не добились гарантированного, внимательного изучения материала. А это нам очень хотелось бы сделать. И это тоже можно делать с помощью возможностей тех сервисов, которые мы с вами рассматриваем. В проекте Surferner это можно делать, но там автоматизация подобных заданий пока не сделана, и поэтому через администрацию задания создаются. А вот проект SeoSprint, например, обладает такой системой создания, как это здесь называется, квестов или тестов раньше называлось. И суть следующая, то что вы можете поручить исполнителю сделать любое действие, в любой последовательности, самый-самый хитрый и сложный, какой только вы захотите. И в том числе, как это относится к видео, вы можете попросить его посмотреть ваше видео внимательно и ответить на сколько угодно, то есть до восьми, не сколько угодно, на восемь вопросов аж целых вы можете. То есть количество действий. Вот вы пишете заголовок площадки, например, смотрим видео внимательно там, пишите предисловие к вашему квесту, то есть суть, что здесь нужно будет сделать. Нужно будет перейти на сайт, например, всем миром по вашей ссылочке, которую вы здесь дадите, запустить видео, как это работает. Вот оно, смотрите, как это работает, прям по центру запустить его и дальше отвечать на ваши вопросы. А этими самыми вопросами вы дадите указания на те моменты в видео, которые, по вашему мнению, если человек осознает, то обязательно проникнется этой идеей. То есть как раз необходимость правильно ответить на ваши вопросы, а вопросы будут как делать, да? То есть вот ответить на вопрос следующий, там, например, переводы на какие суммы вы сможете получать, являясь участником проекта всем миром, да? И здесь вы пишете, на какие суммы, там, например, видите, правильный вариант ответа. Вы пишете 5, например, 10 и 15 долларов, да? Ну, видеопрезентация именно так, поэтому это правильный вариант ответа. И еще два ложных варианта, например, пишете, там, 1, 3 и 5, да? Ну, и еще один какой-то вариант, там, например, 50, 100 и, там, не знаю, там, 10, да? Вот, то есть это автоматическая проверка. Вам не придется проверять такое задание. То есть человек смотрит видео и по ходу него узнает ответы на ваши вопросы. Соответственно, он обязан смотреть ваше видео внимательно. И это гарантия того, что он внимательно ознакомится с вашим видеоматериалом. К слову, это может быть не только видеоматериал, как вы понимаете. Это может быть материал и любого другого уровня. Как просто лендинг или, ну, например, вот я взял лендинг, лендинг пейдж, такой вот, да, есть. Что здесь есть такого интересного? А вот, например, калькулятор доходов, да? То есть можно в одном из действий здесь сказать, что перейдите, например, по ссылочке такой-то, докрутите до калькулятора заработка и укажите, сколько вы сможете зарабатывать, если, например, там лично передадите эстафету двум людям, а они, например, пятерым, да? И сколько составит, например, ваш личный доход. И вот вы пишете там 507 820. Это как раз там правильный вариант ответа, да? Вот, и неправильный. То есть понимаете, да, суть? То, что вы можете заранее предустановить определенные действия, ответы на которые должен найти пользователь, совершив эти действия, да? И таким образом вот за небольшую плату, цена одного выполнения, сколько здесь вот, 4 цента получилось, да? Это из 8 действий квест. Это, на мой взгляд, очень-очень дешево, ну, просто за бесценок мальчик. Вот. Ну, может быть, здесь я что-то еще не доделал, да? Но, может быть, она получится подороже, но, тем не менее, даже если это будет там выходить 5 рублей за одно выполнение, или, не знаю, там, 10 рублей за одно выполнение такого квеста, и человек внимательно ознакомится с этим, ну, внимательно его выполнит, то шансы на то, что он заинтересуется реально вашим бизнесом, ну, они просто возрастают, да, до небес просто возрастают, понимаете? Потому что вы можете в варианты добавлять все, что угодно, то есть комбинировать. Вы можете сделать часть вариантов с ответами на материалы по результатам просмотра видео, да, часть, там, например, по сайту, а часть по вашей страничке ВКонтакте, на которую вы предложите ему зайти, там, да, и связаться с вами. То есть это просто полет фантазии здесь может быть. Вот. Задания можно делать. Абсолютно такие же любые задания. Можно там перейти на... Ну, давайте посмотрим, что вот в заработках, какие задания здесь делают, да, вот. Кто-то тут клик, кто-то подписаться, кто-то посмотреть видео, вот видите, подписка на YouTube, поделиться ссылкой, просмотр плейлиста. Ну, в общем, здесь, наверное, не самое высокое интеллектуальное задание, но это могут быть и задания в соцсетях, например, подписаться на рассылку сендвер, да, которая и не отписываться 48 часов, и за это время вы человеку отправите уже несколько важных сообщений, с презентацией или там, ну, с какими-то текстами важными, чтобы он был вовлечен уже в то, что вам нужно. Вот, вы можете сделать методику по репостам ВКонтакте, например, да, то есть продвижение по репостам, это реально работает. Вот, смотрите, мы его используем. На Surferner постоянно заказываем поддержку репостами важных постов. Ну, вот, например, один из таких постов, это недавний конкурс рабочего места, который мы проводили, помните, да, и вот статистика записи. Я вам ее открыл и можете посмотреть. Ну, в принципе, можно ее... Ну, потом закрою, и вы увидите, что это действительно так. Итак, у нас было 9500 лайков и вот 5668 репостов. Ну, где-то, наверное, больше 5000 репостов. Это репосты, совершенные как раз вот по заказу, да, то есть по продвижению на платформе Surferner заказа. И в чем суть этого продвижения? В том, что от репостов резко возрастает вирусный охват. Вот он как раз охват, видите, да? Вирусный охват – это эффект, который говорит о том, сколько пользователей увидели вашу публикацию, не будучи подписанными на вашу страницу. Ну, то есть, например, они увидели на странице другого пользователя или сообщества в соцсети. Как раз вот это эффект от репостов. Когда ваша запись появляется на страницах других людей, то их друзья видят эту запись, и это уже и есть вирусный охват. И, как правило, он примерно в 10 раз больше, чем количество заказанных вами репостов. То есть, ну, например, если вы возьмете 5000 репостов здесь, и вы видите 59 тысяч вирусных просмотров. То есть, десятикратное увеличение вирусных просмотров. Это достаточно понятный эффект, и это вот наблюдается на всех, абсолютно на всех. Ну, вот, например, запись. То есть, 280 репостов, 3500 просмотров. То есть, вот в 10 раз здесь это наблюдается. Или акция «Майское безумие». Там тоже несколько сотен репостов добавили. Сразу 6800 просмотров вирусных. То есть, это работает, это можно использовать. И это дается как в Surferner, так и на всех других площадках. Можно брать продвижение, новое задание. Ну, и что здесь можно? Категорию задания, наверное, ВКонтакте. И вот, пошли там уже, исходя из предложений системы, выбирать и настраивать ваше задание. То есть, все что угодно. Подписаться, добавиться в друзья, сделать пост, репост, комментарий. Абсолютно любое действие вы можете добиваться, и это будет работать вам в плюс. Так, а мы... Что мы еще хотели рассмотреть? Так, я Surferner закрыл, да? Но я его открою. Так, Surferner мы откроем. И посмотрим еще на один тип рекламы. Это переходы на сайт. Ну, в общем, это можно было посмотреть не только на Surferner. Но суть следующая. То, что можно заказать любое количество переходов на ваш сайт. И таким образом, опять же, добровольно, принудительно сделать ту самую дегустацию вашему потенциальному партнеру, который будет вынужден находиться на этом сайте в то время, которое вы как раз укажете. Это может быть несколько секунд или даже несколько минут. Вот до трех минут, видите, до 180 секунд длительность можно указывать. И это время он обязан находиться на вашем сайте. То есть, он не может его покидать. Ну, давайте посмотрим, вот как это работает. Опять же, на примере SeoSprint. Это серфинг у нас, да, по-моему, серфинг. Ну, вот оно у них как работает. Зарабатывая 10 тысяч рублей в день, там, приступить к просмотру сайта. Сайт у них открывается во фрейме. И видите, здесь посадочная страничка сразу. Самая пешная. И вот она идет, идет время, идет время. То есть, я не знаю, сколько оно идет, но здесь что-то идет. То есть, я это время могу что-то делать, но не могу покидать сайт, иначе мое задание будет не выполнено. Вот. А теперь выполнено. Нажимаю, забираю денежку. Все. Дальше могу либо делать какие-то действия здесь на сайте, либо могу просто его закрыть и перейти к следующему серфингу, так сказать. На платформе Surferner это происходит чуть более профессионально. То есть, сайт открывается не во фрейме на сайте Surferner, он открывается просто реально в новой вкладке. И расширение Surferner само контролирует, что делает пользователь. То есть, он может там как раз читать спокойно все, что находится, без всяких фреймов, без всякой дополнительной рекламы. Просто таймер будет тикать, и когда он дотикает, то юзеру нужно будет ввести капчу в подтверждение того, что он до сих пор еще там находится. То есть, чтобы именно реальность человека была подтверждена. Вот. К чему это можно применить? Ну, как вы понимаете, можно применить как раз вот к своим лендингам. Но учтите, что основная реферальная ссылка, которая у вас доступна здесь в разделе рекламные материалы. Сейчас я вам покажу ее. Ну, или просто вот она, да, ваша ссылка для приглашения, которая на WorldWS. Вот она открывает первым этапом окно выбора языка. Поэтому эта ссылочка вам не подойдет. И вам нужно использовать либо лендинг пейдж, который вот есть, вот этот вот лендинг пейдж, да. Либо это может быть просто прямая ваша какая-то страничка. Сейчас систем лендингов очень много. То есть, вы можете использовать просто, направить человека просто на какой-то свой лендинг, на подписную страницу, что-то еще там. Или сразу дать ему страницу, где во весь экран будет видеопрезентация, чуть ли не автоматически запускаться, да. То есть, все, что угодно можете сделать. И за это время человек будет смотреть и читать, безусловно, то, что у вас там написано. Может, даже и слушать, если вы там все правильно сделали. Вот. Но мы, со своей стороны, еще все-таки решили доработать тот лендинг, как минимум, который у нас был запланирован. Вот примерно так вот, да, тут уже маленький макетик есть. Мы его улучшим еще, сделаем разные варианты фонов. Это будет лендинг одностраничный, очень простой. Поэтому сделать должны, в принципе, обязательно. И это не должно быть сложно. Нажимает человек, видео смотрит. Надо, соответственно, понравилось. Нажимает присоединиться, да. Но не смотрите здесь на какие-то числа. Это все просто тест сейчас. И, может быть, здесь добавим еще видео отзывы, текстовые какие-то отзывы от участников. Может быть, калькулятор доходов сюда добавим. То есть, посмотрим. Может, даже ваши советы услышим и сделаем. Но, может быть, это не один будет такой мини-одностраничник, который мы начнем использовать. Потому что основной сайт официальный, он на сегодняшний день, хоть и очень информативный, но достаточно тяжелый для блиц-восприятия новичками. А значит, конверсия может страдать. И мы это тоже прекрасно понимаем. Хотим, чтобы конверсии у вас были высокие. То есть, конверсии просмотра, террорегистрации. И будем вам помогать в этом делать конверсивные лендинги. Учить их продвигать, использовать, показывать потенциальной аудитории. Так, ну вот видите, да, в Surferner тоже есть произвольные задания. Здесь можно сделать все, что угодно. Например, даже просто не заставить, да. Ну, а может быть, даже и заставить, если так вот уж по-хорошему сказать. За небольшую оплату попросить человека зарегистрироваться на вашем сайте. То есть, если вам нужна такая конверсия. И смотрите, какой хитрый ход, да. То есть, вы просто можете попросить человека зарегистрироваться на сайте всем миром. Стать вашим партнером по вашей реферальной ссылке. И это такой прям вот запрещенный прием, да. Потому что кто-то может давать рекламу, а человек уже будет зарегистрирован под вами, да. И когда до него, наконец, дойдет эффект от той рекламы, и он снова пойдет на сайт всем миром, то он обнаружит, что он уже там зарегистрирован. Ну и что ему останется сделать? Просто активировать свой аккаунт, восстановив доступ к уже существующему профилю. А он уже под вами. То есть, вот такой может быть ход хитрый. Подписаться на рассылку, вступить в группу, подписаться на канал, добавиться в друзья, сделать лайки, репосты, написать комментарии, отзывы, проголосовать, участие в опросе, конкурсе, перейти на ваш сайт по поисковому запросу, да. Выполнить любые действия на сайте, установить приложение расширения, скачать, установить программу. В общем, внимательно изучить рекламный материал, как мы с вами сейчас говорили. И многое-многое другое. То есть, это все функционал произвольных заданий, который ограничивается только вашей личной фантазией. Подумайте, каким образом вы могли бы рассказать о своем классном бизнес-предложении десяткам тысяч людей, которые прямо сейчас уже интересуются заработком в интернете. Да так рассказать, чтобы они рот открыли и прямо сегодня связались с вами, для того, чтобы вы им скорее помогли подробно узнать о вашем предложении. То есть, вот ваша основная задача. И, конечно же, мы не можем дать вам полный перечень всех кейсов и возможностей, но стараемся основные из них доносить. Надеюсь, что запись у меня получилась. Я отдам ее в редактуру и мы ее опубликуем на нашем канале. Те, кто столкнулся с техническими проблемами сегодня, обязательно ее увидят. Ну и ссылочка, опять же, на список ресурсов, она будет в описании вам доступна. Не стесняйтесь, если знаете, еще какие-то интересные ресурсы связываться с нами, чтобы мы дополнили этот список. Мы это с удовольствием сделаем. Поэтому общими усилиями в очень скором времени, я думаю, что создадим здесь прям вот такую мощную инструкцию по охвату горячего трафика и будем его эффективно конвертировать. Прощаюсь с вами совершенно ненадолго. На следующей неделе должен быть у нас новый вебинар. Следите за расписанием. До скорых встреч, друзья. Увидимся. Всем пока и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok